Итак, будьте здоровы. Итак, здесь все понятно было? Так что же получается? Нужна ему наша жертва или нет? Нет. Но очевидно, что нужна. На самом деле, если бы она ему была не нужна, он бы ее не устанавливал. Но когда мы будем сейчас разговаривать, для чего ему нужна эта жертва, то мы узнаем, что на самом деле она ему нужна для нас. Он заботился во всем этом не о себе, а о нас. Он установил ее для себя. Но заботился при этом о нас. Одно из высказываний. Для того, чтобы раскрылось сердце, необходимо, чтобы прежде раскрылся кошелек. Или рука. Что-то в этом есть. Так что она нужна прежде всего для меня. Слово карбан, жертва. Образовано от корня карав, что означает близкий. Таким образом, жертва поднимается, понимается как средство приближения Всевышнему. Средство приближения. Принесению жертвы должно предшествовать чувство благодарности. Потому что он наперед уже нам дал. Должно предшествовать чувство благодарности, потому что он наперед нам дал. Немножко другая идея. Отличная от идеи язычников. Не поиск в будущем, а благодарность за прошлое. Сам процесс принесения жертвы должен приближать нас, наши мысли, чувства, к осознанию и восприятию Всевышнего. То есть, этот процесс приближает нас, наши мысли и чувства, к осознанию восприятия Всевышнего. то, о чем мы говорили. Первая ступень размышления. Размышления. Оно таки должно быть. Мы никуда не уйдем. Но размышления над чем? Соответственно, такие размышления рождают у нас чувство благодарности, признательности, зависимости. очень много вещей. Это слово используется по отношению к принесению жертвы к Всевышнему. Когда говорится об взаимоотношениях человека с Творцом. Смысл приходить, приближаться, находиться рядом, это установление тесной связи, но никак не поиск того, что произойдет в будущем. Язычники ищут для себя в будущем. Язычники ищут для себя в будущем. Здесь идет речь о взаимоотношениях в момент принесения. Идет речь о настоящем приближаться сейчас. Есть разница? Конечно. Небольшая такая. Сэм-вос. Жертва нужна для меня, чтобы сделать меня ближе к нему. и здесь появляется еще одна ключевая деталь. вера. Жертва без веры бессмысленно. Жертва без веры бессмысленно. Жертва без веры бессмысленно. Если человек приносит даже очень большую жертву, но при этом не верит, а приносит ее на всякий случай, то этот случай не наступит. Понятно, да? То есть, если он приносит что-то даже очень большое, ценное, на всякий случай, в мечеть, потом в синагогу, потом в церковь. Понятно, да? на самом деле, на самом деле, на самом деле, там дальнейшего процесса не возникает и мысли о принятии тоже. Она принесена на всякий случай. евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить, Богу невозможно, ибо надобность, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. С точки зрения русского языка, логики, эта фраза построена неверно. Логика здесь нарушена. Никто не видит? В чем здесь нарушена логика? Как ты пытаешься уходить, если ты не веришь? Нет. Логика. Тут логическое построение неправильно. Нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Что здесь неправильного? Молодец. На самом деле, человек считает, что если он приходит к Богу, то он автоматически что делает? Если бы он не верил, он бы не пришел. Поэтому, уж если я пришел, то это автоматически говорит о том, что я верю. Логика железная. Но неправильно. Бог говорит, послушай, твой приход еще не обозначает твоей веры. еще есть много мест не других. Там целая Библия еще, кроме этого. Мы о чем? Мы о послании к евреям 11 главе 6 стих или о других местах Писания? Хорошо. Давайте в нем пока останемся. Итак, нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Смотрите, очень важный момент. Многие люди считают, что они, принося жертвы Богу, автоматически становятся какими? Верующими. То есть, если бы они не верили, они бы не приходили, и они бы не приносили. Место приведенное только что было шикарным. Но скажите, пожалуйста, если я прихожу и приношу, я делаю дела? Еще раз. Нет? То есть, если я пришел и дал, то на самом деле я ничего не сделал. Правильно? А, уже начинается теперь разбирательство, смотря какие дела. И теперь нам надо потратить немного времени, для того, чтобы узнать, что есть мертвые дела, живые дела, живая вера, мертвая вера. И дать еще 28 определений по этому вопросу. Можно углубиться, да? Ну, я могу, конечно, себе позволить, только вы не понимаете другого, я тему не закончил. Но зато мы разберем такое, что такое вера бы сделал мертва. Будем разбирать? Хорошо. Итак, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И здесь вера является ключевым моментом. И вера что-то производит, когда мы приносим дар, когда мы приходим. Но если мы приходим и приносим, если мы что-то делаем, но при этом нету веры, извините, ничего не происходит. Это понятно? Жертва это выражение внутренней потребности человека в общении с Творцом. Это выражение внутренней потребности, которую Бог заложил в нас, чтобы мы искали Его. И она удовлетворяется в приближении к Нему посредством жертвы. И жертва тогда это то, что необходимо нам и то, что удовлетворяет нашу потребность и показывает прежде всего нам искренность наших намерений и стремлений. Помним в самом начале, когда мы говорили о жертве, мы говорили о том, что жертва она привлекает внимание и показывает искренность наших чувств и намерений. И когда мы идем к Нему, то то, что мы держим в руке, оно показывает прежде всего нам, насколько серьезно мы относимся. Очень часто происходят простые вещи. Нужен? 100 долларов. Спасибо, не надо. Так я не понял, он нужен или не очень? На! Каждый товар имеет свою цель. Теперь поменяем ситуацию. Не, мы хорошие, пустыня, воды нет, неделю не пил, нужен? Нужен? Нужен. 100 долларов. Более бы дал бы. оказывается, нужда, она имеет чего? Свою оценку. Цену, которую человек готов заплатить. И насколько нужен, определяется ценой, которую он готов заплатить. ему нужен сок. Ну, как бы гипотетически не помешает. Но такую цену он не готов заплатить. Но в условиях пустыни и жажды готов оказывается за ту же самую вещь заплатить совсем другую цену. Почему? Нужда. По-настоящему нужно. Вот тогда по-настоящему нужно. И когда по-настоящему нужно, будем платить цену практически любую. Потому что готов человек отдать все. Ну, когда умирает, какая ему разница? Что ему польза оттягнений? Ему бы глоток сучку холодного в пустыне. Понятно, о чем мне речь? То есть правда заключается, что когда мы что-то несем Богу, это показывает нам, насколько нам это нужно. И я улыбаюсь, когда я слышу рассуждение на тему, а должен ли я платить десятину. А во время кризиса, когда тяжело, можно платить меньше? Я говорю, можно даже вообще не платить. просто это показывает тебе, насколько ты зависишь от него. И я слышал примеры, когда в это сложное время люди свои десятины увеличивали. То есть они начинали давать больше, чем они давали обычно. Хорошие антикризисные меры. Кризис отступал. Потому что они показывали, от кого они зависят. не все. Поэтому когда мы приближаемся к Богу и что-то сжимаем в своей руке, то на самом деле мы показываем себе, насколько мы понимаем, что наша жизнь зависит от него. Вот понятно, да? Мы показываем себе, насколько наша жизнь зависит от него. Никому-то другому. таким образом еврейская концепция жертвы полностью отрицает жертву как акт разрушения или самоотречения. Таким образом еврейское понимание жертвы полностью отрицает акт разрушения или самоотречения. Или самоотречения. вопрос так теряю я что-то или нет? А помним определение жертвы, с которым мы вначале соглашались? Итак, возвращаемся к тому определению, которое мы давали стартуя. Да? Добровольный отказ. А евреи говорят, подождите, ребят, мы не поняли, мы ничего не теряем, мы ничего не лишаемся, мы ни от чего не отрекаемся. Абсолютно два разных подхода. Толковые словари просто писали не евреи, а язычники. И поэтому передавали свое понимание жертву. а его народ, он имеет другое отличное понимание жертвы и жертвенности, чем не язычники. Еще раз, так отдавая, я ничего не теряю? Я спокойно, потому что я его сегодня утром уже потерял. добрые люди нашли на улице и вернули. Поэтому я свободен. Я его еще спросил, я что-то должен? Он говорит, нет, ничего, я открываю, там уже действительно ничего нет. Ну, ничего страшного. Слава Богу, потому что Бог мумиловал и вернул. Итак, отдавая, я же чего-то лишился, отдавая, я чего-то лишаюсь? Как бы да. Изначально. Я обожаю. У вас есть деньги? Надо все. Возьмите, пожалуйста, деньги в руки. Возьмите у каждой, сколько у кого есть, деньги в руки. Если нету, возьмите что-нибудь другое у соседа, возьмите. Давать не надо, надо только взять. Возьмите все деньги, которые у вас есть, в руки. Все, все, не чуть-чуть, а все, все. на проезд тоже взяли. Возьмите все деньги в руки. Все. Все. Мне надо, чтобы все. Я не сказал, что будет дальше происходить. Поэтому сейчас есть некоторый элемент неожиданности напряга. Поверьте, когда я собираю пожертвования, я очень редко такое делаю, я иногда людей просил, чтобы они взяли все деньги, которые не имеют. Вы же понимаете, что я абсолютно свободен, да? Мне легко теперь с вами строить эксперименты. Ну что, все взяли в руки? Сейчас, возьми. Все деньги, которые при мне сейчас. Угу. Все деньги, которые при мне сейчас. Все взяли? Да. Посмотрели на них? Посмотрите на них. Посмотрели? Все хорошо? Все видят? Все отлично, да? Не надо считать, не надо. Меня не интересует сколько? Меня не интересует размер, сумма, меня это не интересует. Меня интересует другого вопроса. Теперь скажите, чьи это деньги? Мои. Спасибо за честность. Еще раз, чьи это деньги? Мои. Спрячьте, все нормально. Все, на этом все закончилось. Пожалуйста, Господни. Понятно? Все понятно? Поэтому расслабьтесь. Просто мы проверяли, чьи это деньги. Послушайте, давайте мы будем не теоретиками. Давайте мы будем практиками и реалистами. Друзья мои, я проделывал несколько раз в своей жизни этот эксперимент. Я долго и нудно проповедовал и говорил людям, послушайте, все, что вы имеете, это принадлежит Богу. Да, аминь, брат, говори. Деньги возьмите, чьи? Мои. Все? Когда я слышу рассказ, что все, что у меня есть, это принадлежит Богу, я полностью принадлежу Богу. Класс, давай деньги доставай. А если я подписал сертификат крауна, естественно? Это сертификат крауна. Маленькими буквами внизу такая надпись. Мелкие такие буквы, что эти документы не имеют юридической силы. Согласен. Это было, кстати, в американском обществе. В нашем можно писать. Вопрос не в этом. На самом деле крауна очень хорошее учение и очень хорошая бумага. Поверьте, я встречался с людьми и очень близкими для меня людьми, и мы разговаривали с ними на тему вот этой бумаги. И человек верующий, достаточно давно верующий. И для того, чтобы ему осознать серьезность своей подписи и таки поставить подпись ушло больше нескольких недель. потому что человек бы по-нормальному прочитал и сказал а я готов подписаться нет. И человек думал несколько недель и принимал решение подписывать вот подобную бумагу. признание признание того, что все-таки все, что принадлежит ему, а не мне. Мы взяли в аренду, опять-таки. Я только что слышал во временное пользование. Еще раз, есть вещи, которые мы исповедуем. есть вещи. Они прекрасные, они хорошие. Но когда мы берем и смотрим на то, что мы имеем, во-первых, мне понравились вопросы сразу так, а брать все в руку или может на проезд оставить. Я благодарен тем людям, которые были честные и заведомо не хотели уходить отсюда пешком, потому что неизвестно, чем эти эксперименты закончатся. на всякий случай неизвестно, что у него в голове, что он сейчас скажет делать. Понятно, да? Это просто иллюстрация нашего отношения к деньгам и чьи они на самом деле. Понятно, да? Все понятно. Продолжаем соответственно по тексту дальше. Итак, концепция жертвы не в дело не в том, что мы теряем или что мы приобретаем. Еврейский подход не вопрос, что мы теряем или что мы приобретаем. Вопрос, для чего мы это делаем. вопрос не в том, чего я лишаюсь со слезами на глазах, жутко плача и сожалея. Не в том, что вы приобретаете, а в том, что вы становитесь ближе к Творцу. вопрос нашего приближения а не приобретения или потери. ну и куда девать наше понимание жертв. Понятно, да? Понятно, что слушая слово жертвы, слушая, говоря, размышляя над словом жертва, мы, в общем-то, двигались не совсем в том направлении, в котором нужно было бы двигаться. жертва указывает на то, что она не предназначена для удовлетворения желания тому, кому мы приближаемся. она не предназначена для удовлетворения желания того, кому мы приближаемся. наши мучительные долгие рассуждения на тему надо ему это или не нужно. Помните вчера, сколько мы страдали и мучились? Рассуждая на тему, что ему таки это надо, что он принимает, потому что мы вот такие, дух наш сокрушенный, и мы вот так, и мы вот это, и мы себя уговаривали на тему того, что оно ему надо. Да? А она не предназначена для удовлетворения его желания и потребности. Она действительно таки ему не нужна. Она предназначена для удовлетворения моего желания и моей потребности. «И я готов отказаться от того, что мне дорого для того, чтобы приблизиться к нему не когда-то в абстрактном далеком будущем через рассматривание изменившихся обстоятельств, а в тот момент, когда я ее приношу. Я его желание – это желание взаимоотношений с нами. И когда мы приносим жертву, мы откликаемся на его желание, которое он заложил в наше сердце в виде потребности иметь взаимоотношения с ним, и мы приближаемся к нему, и здесь мы с ним встречаемся. Жертва – это место нашей встречи с ним, которое помогает нам иметь более более тесные отношения с ним. Послушайте, его жертва, которую он принес на Голговском кресте, это место нашей встречи с ним. Если бы он не принес этой жертвы, мы бы никогда не смогли иметь с ним таких отношений. Это его желание, и он готов со своей стороны принести себя в жертву для того, чтобы иметь с нами взаимоотношения. И мы будем говорить, что место принесения нашей жертвы тоже важно. И он определил это место. И принося жертву, на самом деле, мы идем встречаться с ним. Мы не идем со слезами на глазах расставаться с тем, что нам дорого. Оценивая, сколько же я таки сегодня должен, именно обязан. Может быть, это меньше 10%, может быть, можно 9, 8, 7, 6, но на 5, может быть, договоримся. Сколько я сегодня должен? А на сколько ты сегодня хочешь? Понятно? Ничего себе. неправильная взаимосвязь. Неправильная взаимосвязь. неожидая получения. Неожидая получения. Насколько ты отдаешь, неожидая получения. еще раз. Вы встречаетесь с кем-то. Вам придется, наверное, взять МЖБиевские диски с прошлого года. Для того, чтобы я не отвечал сейчас. да, можно поставить так вопрос. Тут вопрос стоит так. Сколько я готов заплатить для того, чтобы встретиться с кем, кого я люблю и с кем я хочу встретиться? Это вопрос для меня. Это вопрос для меня. 100 долларов. Да. Если это вопрос, сколько я готов заплатить, почему в Синайском Завете Бог делает четкую, как бы, ну, можно сказать, тарифный план? Там жертва такая-то, грех такой-то, жертва такая-то. Ошибаетесь. Ошибаетесь. Мы чуть дальше будем говорить. Мы чуть дальше будем отвечать. И то, что мы говорим, не то, о чем вы говорили, были положенные жертвы. Были положенные жертвы. Но когда мы говорим о встрече, мы не говорим о положенных жертвах, мы сейчас будем говорить как раз о жертве высшей. Жертве всесожжения. Аллах. Да. Именно поэтому у евреев высшим благом достижимым для человека единственным настоящим благом целью стремления являлась близость с ним. Еще раз. Именно близость с ним являлась единственным достижимым высшим благом. Очень важная часть достижимым я приведу вам синодальный перевод Псалма 72 28 Псалом 72 28 А мне благо приближаться к Богу. Аминь. Тегелим 73 28 72 это в русском А когда вы Тегелим будете смотреть вам придется смотреть 73 В русском 72 28 А Тегелим 73 28 Мне же близость к Богу благо. Есть разница? Там же вначале написано. Все нашлось? Псалом 72 28 Близость Бога благо. Дальше не разница. Мне же близость к Богу благо. Близость к Богу благо для меня. Есть разница. Сам процесс приближения прекрасный процесс. Насколько бы не был прекрасным процесс приближения цель этого процесса встреча. Насколько бы не был прекрасным процесс приближения цель встреча. И если встреча не состоялась, извините, все было зря. Записали? Перерыв.